Самый спортивный день, лето. Жителям города предлагают начать с зарядки с чемпионом. В парке Липки 13 августа с 10 утра помогать владимирцам проснуться будет Дмитрий Селиверстов. Абсолютный чемпион России по пляжному бодибилдингу. А вот основная часть праздника развернется на стадионе Лыбедь в час дня. Начнут с парадного шествия спортивных коллективов под звуки духового оркестра. В 14.00 будет дан старт велопробега по городу Владимиру, который они стартуют на Лыбеде. Это у нас организаторы Федерации велоспорта. Плюс в этом велопробеге участвуют все желающие горожане. Все поле на стадионе разделят на несколько интерактивных площадок. Почти как на Олимпийских играх в одном секторе будут эстафеты для дошкольников, в другом семейные веселые старты, а также открытые тренировки по йоге, зумбо-фитнесу и не только. Еще в этот день можно будет сдать норма ГТО. В этот день можно будет сдать подтягивания, напресс, наклон, гирю, бег и прыжки в длину. То есть эти несложные упражнения можно будет сдать во время мероприятия. То есть не ждать, когда закончится, а все это параллельно будет. Кроме того, поиграть можно будет и в стритбол, и в мини-футбол. Для зрителей праздника выступят спортсмены, воспитанники школы имени Толкачевых, художественные гимнастки и даже брейк-дансеры. Если погода будет летная, то обещают и показательные выступления парашютистов. Прыгать они будут с высоты в 1200 метров. Десять спортсменов будут участвовать в этих мероприятиях. Они будут не только прыгать, а показывать с флагами определенных учреждений, организаций, города. И, конечно, спортсменам тоже будут показывать свои достижения. Это точность приземления, площадка ограниченная, стадион, вы знаете. Надо рассчитать точку приземления. Ежегодный день физкультурника. В этот раз в шутку назвали Владимирской альтернативой Олимпийским играм в Рио. Будет даже официальная церемония зажжения факела. Сделают это владимирские легкоатлетки Елена Панова и Алена Лысенкова. Еще недавно девушки собирались на настоящую Олимпиаду в составе сборной России. Но буквально за несколько дней до отъезда узнали, что их в списках нет. Несправедливо, что нас не допустили на Олимпиаду. Мы столько времени тренировались, и все чистые 68 спортсменов, которые должны были поехать, и нас не допустили. День физкультурника обещает быть ярким и активным, ведь программу подготовили действительно интересную. Кстати, для детей поставят бесплатный батут. Будет работать прокат сегвеев, а еще можно будет поучаствовать в бесплатной спортивной лотерее. И выиграть мяч, обруч или даже велосипед. Влада Миткова, Артем Горчаков, Шестой канал.